Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли легендарный джазовый музыкант, лидер ансамбля Арсенал, патриарх джаза и джаз-рока в нашей стране Алексей Козлов. Добрый вечер, Алексей, очень рад вас видеть. Здравствуйте! Сегодня международный день джаза, и так утверждает ЮНЕСКО, мы, конечно, спорить не будем, наоборот, с радостью отпразднуем. На родине джаза в Америке вообще целый апрель назван месяцем джаза и посвящен 50-летию выхода одного из самых известных альбомов в истории джаза Love Supreme, саксофониста Джона Колтрейна. Но у нас с вами есть собственная дата. Насколько я знаю, 30 апреля впервые вы на сцене Месси на танцевальном вечере имени Куйбышева успешно сыграли роль саксофониста. Я специально так говорю, потому что саксофон для вас был еще, в общем, не совсем освоенным инструментом. Фа-мажор на этом все заканчивалось, правильно? Но, тем не менее, 30 апреля, видите, такой день удивительный. Совпали действительно два замечательных события и в истории нашей отечественной джазовой музыки и мировой. Как вы считаете, вот это 50-летие выхода альбома Love Supreme Джона Колтрейна, это действительно серьезный повод? Вот на вас как-то этот альбом оказал влияние? Ну, на меня больше оказали влияние немножко другие еще ранние альбомы, которые были записаны еще с Майлзом Дэвисом, ведь он потом расстался с ним. Ну, там-то вот это была запись еще до фьюжн, еще до джаз-роха. И вот тогда я играл в кафе «Молодежное», и мы услышали эту музыку, и она очень подействовала на меня и на многих московских джазменов, и не только московских, я знаю. Это был такой модальный джаз, ладовый, и это была революционная такая пластинка, которая перевернула тогда вообще сознание многих импровизаторов. Потому что перед этим джаз стал настолько сложным, хардбоп, что там на каждую четверть менялась гармония, и практически уже не импровизировали люди, а играли какие-то заученные быстрые фразы. И вдруг Майлз Дэвис предлагает играть вообще без всяких аккордов на одном ладу, и практически это было возвращение импровизации в джаз, потому что то, что игралось в хардбопе, это уже импровизации не назовешь. Это было собирание таких, знаете, из мелких деталей, такой вот мозаики. А здесь начали вдруг опять сочинять музыку. Это чувствовалось прямо думать. То есть там был такой музыкальный конструктивизм, а здесь свободная жизнь. И вот это был один из недолгих возвратов действительно к импровизации. И я хочу воспользоваться вот этим вашим вопросом, чтобы отметить такую вещь, что джаз – это единственное вообще искусство 20 века, которое построено на профессиональной импровизации. Потому что до этого импровизировали некоторые музыканты, там и Бах, и Моцарт, и Лист. Но это было, так сказать, их хобби, потому что они были композиторами. А в 20 веке появились люди, которые сделали импровизацию своей профессии. И вот это был качественный скачок вообще в развитии музыки. И он повлёк за собой не менее качественные и заметные изменения в социологии. Потому что джазменов с самого начала стали бояться сильной мира сего. Прежде всего в Америке. Ну, если вы знаете, то в Америке существуют элиты, до сих пор правящая элита. Это ВАСПы – белые англосаксы-протестанты. Как ни странно, они просто лютой ненавистью и тогда, да и сейчас ненавидели. Во-первых, негров. Хотя освободили негров от рабства, они их за людей не считали. Куксуклан – это их вообще детище. Но поразительно, что для них не были людьми латиносцы, китайцы, ирландцы, итальянцы. Я уж не говорю о евреях. Но с евреями здесь вопрос очень сложный. Потому что вся финансовая верхушка была еврейской. И ВАСПы как-то с ними не хотели портить отношения. Тем не менее, прямо начиная где-то с 1917 года, организована была такая борьба с джазом в Америке. Да, 90 лет назад с ними боролись круто очень. Года до 1928, по-моему, да? Да нет, это почти до 1935. То есть он вообще был официально запрещен фактически? Нет, он считался музыкой вырожденцев вообще, и музыкой, которая уничтожает вообще американскую культуру. И там все боролись с джазом. Значит, джаз был просто в некоторых штатах, в некоторых городах официально запрещен. Вот если в Советском Союзе в самые такие сталинские времена не было ни одного такого запрета, ну, так просто не давали играть, то в Америке там просто официально запрещали, и все. И это, в общем-то, нелюбовь к джазу сохранилась до сих пор. Ни один высокий чиновник из ВАСПов не любит джаз. Он относится свысока к искусству, они это скрывают. Но Билл Клинтон – это исключение, получается, да, саксофон? Это исключение. Вот странно, что в 1936 году джаз был разрешен в СССР. Но при этом все помнили статью Владимира Ленина, точнее, даже не статью, а его фразу, что социализм – это учет и контроль. А как можно у импровизатора что-то учитывать и как его контролировать? Тоже вопрос, правильно? Это очень интересный вопрос, и я этим занимался подробно. И я знаю, что, значит, Сталин вместе с Кагановичем, когда Гитлер начал запрещать джаз до уровня просто концлагерей и газовых камер, и вот тут они сообразили. Это была хитрость. Они устроили дискуссию в 1935 году между правдой и известием, нужен ли джаз советскому народу. И, как выяснилось, нужен. А тем, значит, выиграла правда, а известия была против, так сказать. Ну, и им даже там какие-то сделали выговора, это все было подстроено. И вот на основании этого, значит, результатов этой дискуссии и отзывов читателей, все было подстроено, было создано, значит, в каждой республике госджаз-оркестр, чего не было никогда ни в одной стране. И вот здесь один из госджаз-оркестров начал тогда работать, Эдс Фасман тогда был, и Утесов, и Рознер, это все были госджаз-оркестры. Они были на полном содержании. И Сталин решил сделать джаз средством пропаганды, идей социализма. И, между прочим, сразу появилось дикое количество талантливых композиторов, исполнителей. И что особенно, вот мне важно, что когда началась война, то вот эти все джазовые музыканты ездили по фронтам и исполняли хиты уже нашего российского, советского джаза, и чем поддерживали вообще боевой дух. Люди шли умирать, послушав песню Утесова, например. И вот это была заслуга. Но, к сожалению, как только в 1946 году Сталин понял, что новый враг... Переборщил, да. И вот здесь он тут же сделал из джаза такое пугало, и вот мое поколение попали под лозунги, что мы, кто вообще слушает, я же не говорю, играет джаз, это идеологические диверсанты. От таксофона до ножа – один шаг. Да, это... Известная фраза. Это да. И там всяких карикатур дикое количество. Вообще джазменов стали приравнивать к преступникам. И вот в этот момент мое поколение как раз и начинало, вопреки всему, играть вот эту музыку. Нежелательно. Так вообще получается, что любые геополитические подъемы, спады, ну, такое дыхание мира, получается, рождают целые направления и стили не только джаза, но и вообще музыки. Вот сейчас что нам ждать? В частности, джазу. Что ждать? Какую-то прививку снаружи или внутри России рождаются новые направления, новые интересные течения? Ну, вы знаете, вот как это ни печально, но я выяснил вообще, когда появлялись стили. Стили появлялись во время катаклизмов социальных. Например, вот где-то, когда возникло движение хиппи, вообще контур-культура, когда возникло мощное в Америке, сразу возникли хиппи и возникла рок-культура. Причем возник и авангард во всех видах сразу. И в живописи, и в театре, и в кино. И, конечно же, рок-музыка – это продукт в какой-то кризнистой ситуации, потому что война в Вьетнаме уже всем надоела. В Америке уже убивали президентов, там и Мартин Лютер, и Кинг, и белые, и чёрные уже поняли, что всё. И там начиналась революция. И чудом им удалось избежать, вообще говоря, революции, но на этом фоне возникло огромное количество видов контур-культуры. И потом было затишье полное. Вообще ничего не происходило. Но вообще не так всё печально. Дело в том, что с появлением интернета возникла субкультура. То есть даже не нужна никакая контур-культура. А есть субкультура. Это вид искусства, который существует независимо ни от кого. И развивается по каким-то своим законам. И пока интернет вообще не запретят, она будет развиваться, причём очень интересно. Если раньше вот нас, советских джазменов, обязательно заставляли что-то сочинять в народном духе, русско-народный, там всё, и мы это делали, потому что иначе нам не давали выступать на фестивалях, записываться на пластинки, это уже в поздние советские годы. То сейчас без всякой панукаловки, если заглянуть в субкультуру, такие существуют музыканты и такие коллективы, причём не только в Москве, а где-то в провинции, которые играют и сочиняют совершенно непохожие и независимо ни от какой Америки, ни от какого Запада свою музыку. Причём там нет такой нарочитой народности, такой развистой клюквы, а там действительно всё уже идёт от души, и там проявляется действительно, например, славянская сущность вот этих музыкантов. Ну вот с развитием технологий, в том числе и компьютерных, может быть, кто-то сделает джемсейшн, не находясь в одном месте, а находясь в разных концах мира, земного шара, и при этом это будет такой джазовый концерт, серьёзный, с хорошим составом, но собранный интернетом. Может быть, и так попробуй сделать что-нибудь, если кто-то уже не сделал. Нет, вы знаете что? Вот в прошлом году, в 2013, было как раз... Сколько лет? 1983 года прошло. 30 лет? Вот, 30-летие первого концерта через «Спутник», который был проведён, между прочим, в Останкино. И там я с Арсеналом играл через интернет с калифорнийским рок-фестивалем в Сан-Бернардино. И тогда ещё молодой Познер, значит, вёл... Только приехал... Это был телемост всё-таки. Телемост. Телемост, да. Телемост. Спасибо ещё раз международным днём джаза вас. Спасибо. Алексей Козлов сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Вам низкий поклон. Всего доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!